Свои 15 лет Михаил Лях не хуже опытного айтишника может разобраться с программной кодировкой и скриптами. Более того, ему под силу спроектировать и собрать с нуля любое техническое устройство. Заниматься электротехникой Михаил начал 5 лет назад, однако считает себя прирожденным технарем и берет золото на многих региональных и национальных соревнованиях. Волтскилз юниорская лига существует второй год, и мы второй год в нем участвуем. Мы с самого начала основания российской лиги юниорской участвуем. Оба раза он занимал первые места, оба раза проходил в полуфинал. До этого ребята становились призерами российских импионатов, связанных с робототехникой, с электроникой. На самом деле грамот дипломов очень много. И сейчас за многочисленные успехи Михаил и его учитель получают губернаторскую премию. Наряду с ними и 13-летние мальчишки Андрей и Артем. Они проявили настоящий героизм. Рискуя собственной жизнью, ребята бросились на глубину и спасли тонущую в реке женщину. У него понесло течение на Синердину примерно. И мы вот отсюда побежали, вот сюда к промойне. Вот туда вот прыгнули, проплыли немножко, схватили за руки и вытащили. А там глубина какая была? Ну где-то вот так вот. Ну и спуг был. Как это все быстро произошло, так даже не думали, быстро прыгнули и все. По итогам года семиклассники из Любима оказались в числе четырех самых смелых в регионе. Им вручили медаль за мужество в спасение. А за достижения в образовании, культуре и спорте годовую губернаторскую стипендию получили 60 одаренных детей. Равное количество наград вручили и их педагогам. Уважаемые педагоги, уважаемые наставники, вы решаете очень важную задачу. Вы учите жить, вы учите мыслить. Дорогие ребята, вы завтрашний день Ярославской области, будущее всей нашей великой России. Губернаторские стипендии выдаются одаренным детям в нашем регионе уже на протяжении 15 лет. За это время этой наградой удостоены более тысячи человек. Дарья Коос, Денис Сахаров, День в событиях.